Библейский портал экзегет.ру представляет 17 глава книги «Второзаконие», читая перевод российского библейского общества для библейского портала «Экзегет». Вот здесь у каждой главы, хотя, казалось бы, нет такой строгой тематической рубрикации, да, вот сначала про, допустим, там, святилище, потом про жертву, потом про календарь, но, тем не менее, у каждой главы есть какая-то своя тематика, и тематику 17 главы я бы назвал «несмешивай», «несмешивай чистое с нечистым». Причем вот этот общий принцип, он проявляется в разных областях. Некоторые уже были высказаны из этих законов, и они повторяются не потому, что, наверное, забывчивые израильтяне, хотя, конечно, все забывчивые, а потому что вот важно показать, насколько это переплетено. «Не приноси в жертву Господу твоему Богу крупный или мелкий скот с изъяном, с каким бы то ни было недостатком, ибо для Господа твоего Бога это мерзость». Ну, понятно, кто будет дарить дорогому человеку какой-то брак, да, вот то, что нельзя использовать самому, подарю-ка я кому-то, а тем более Богу. «Если у вас в одном из городов, отданных вам Господом вашим Богом, мужчина или женщина совершит дело, ненавистное Господу вашему Богу, нарушит договор с ним, пойдет и станет поклоняться и служить другим богам, или солнцу, или луне, или кому-то из воинства небесного, чего я делать не велел, тогда, услышав и узнав о таком расследовании, это дело получше. Если все окажется правдой, в Израиле действительно была сотворена такая мерзость». Тоже очень важный момент, что во всем, что касается человека, второзаконие предписывает действовать осмотрительно и как следует во всем разбираться, не торопиться, да, вот в чем отличие религиозного фанатика, он всегда торопится, он всегда выносит суждение сразу, его суждение абсолютно. Здесь это категорически не приветствуется. Итак, если все окажется правдой, в Израиле действительно была сотворена такая мерзость, то этого человека, мужчину или женщину, того, кто совершил это зло, надо вывести к воротам и забросать камнями насмерть. Печально, но это факт, да, то есть Израиль воспринимает себя как сообщество святых, в нем нельзя быть не святым, вот в этом ветхозаветном смысле, принадлежащим Богу и соблюдающим определенные правила. Нельзя просто сказать, ну, меня это не касается, мое частное дело, как я живу, вот ты должен быть частью этого народа. Тогда это было так. Но, тут же комментарий, но казнить можно, если есть показания двух или трех свидетелей, а если свидетель только один, нельзя. Понятно, потому что один может и выдумать. Может, он просто по вражде, или у него больное воображение, нередко бывает, что люди воображают что-то себе. При казни свидетели должны нанести удар первыми, а все остальные вслед за ними, искорениться зло. А вот это зачем? Свидетели наносят удар первыми. А вот, чтобы нельзя было спрятаться. Ну, я всего лишь рассказал, я не имел в виду, как очень часто бывает, люди, ну, спрячутся от последствий своих слов или поступков, а вот здесь не спрячешься. То есть, ты стал причиной того, что этого человека осудил на смерть, ты его и убьешь. Ты нанесешь первый удар. Наверное, мне хочется верить в это, по крайней мере, люди, которые знали об этом правиле, они не торопились свидетельствовать, зная, что на них выпадет роль палача. Если трудно тебе будет решить дело, которое ты разбираешь в своем городе, дело об убийстве, какое-нибудь обвинение, дело об увечьях, тогда отправляйся на то место, которое изберет Господь, твой Бог. Иди к священникам, левитам, к судье, что будет в то время, и спроси у них, а они объявят себе свое решение. То есть, смотрите, бывает так, что сложное разбирательство. Значит, обращайся к священникам как к судьям, да, или к судье, который уже назначен. Вот тогда не было такой, может быть, развитой юридической системы, но, тем не менее, свои принципы были. Вот не торопись с вынесением решения. Ты должен будешь исполнить решение, объявленное тебе на том месте, которое изберет Господь, строго соблюдать и исполнять все, что они тебе скажут. Сделай все по закону, которому тебя научат. Исполни решение, которое тебе возвестят. Не отклоняйся от него ни вправо, ни влево. А кто дерзнет ослушаться священника, служащего там Господу твоему Богу, или судье, тот должен быть предан смерти. Вновь и вновь мы видим эту смертную казнь буквально за все. «Искорените зло в Израиле». Пусть весь народ знает и трепещет. Под предь никто не поступает столь дерзко. Правосудие — это вещь, которую нельзя отделить от религиозной чистоты. Вот не бывает так, что человек глубоко религиозный, и при этом взяточник, и при этом вор. Ну, многие думают, что бывает, но нет. А теперь о политике и как устроить жизнь. Вот сейчас они странствуют по пустыне. Моисей — пророк их предводитель. А когда они осядут на своей территории, ведь, наверное, не получится так вот сохранить эту структуру бродячего общества. «Когда вы придете в страну, которую отдает вам Господь ваш Бог, и овладейте ее, и поселитесь там, и захотите, подобно всем окрестным народам, поставить над собой царя, то можете поставить царя, того, кого изберет Господь ваш Бог. Делайте царем одного из братьев ваших. Нельзя вручать власть чужаку и наплеменнику». Смотрите, это повеление или это разрешение? Вот как было про мясо. Если хотите поесть мясо, ешьте, разрешение. Так и здесь. Захотите поставить царя, ставьте. Но только конкретного царя изберет Бог. Значит, это не предписание монархии, но скорее такое реалистичное предвидение, что ставить царя можно, но нет в этом необходимости. И тут же слегка ограничена царская власть, а то и не слегка. Царь не должен держать слишком много коней, не должен отправлять людей назад в Египет, чтобы приобрести побольше коней. Ведь Господь сказал вам, вы уже не вернетесь туда по этому пути. Интересно, это, казалось бы, такая просто география, нельзя в Египет, ну а можно в Месопотамию, еще куда-нибудь, там по Средиземному морю сплавать куда-нибудь на Крит, на Кипр, посмотреть там, может быть, что-то купить для царя. Но дело не в этом, а что царь не должен делать свой народ средством для собственного благополучия, обогащения. Потому что народ спасен из Египта, народ — это ценность в глазах Бога. А царь — администратор этого народа, а не его, знаете, вот, точка приложения всех усилий, чтобы только царю было хорошо. У царя не должно быть слишком много жен, чтобы его сердце не склонилось к отступничеству. Он не должен иметь чересчур много серебра и золота. Ну, скажите уже, сколько жен можно и сколько серебра и золота? Что такая неконкретность? Но ведь это общий принцип. То есть царь не должен жить для своего удовольствия. Понятно, что у него будет много всего. Но не в этом его цель. Он не должен это ставить высшим приоритетом. Когда он зайдет на престол, пусть перепишет для себя в свиток этот закон, хранящийся у священников левитов. И пусть всю жизнь держит его при себе и читает. Тогда он научится бояться и чтить Господа своего Бога, неукоснительно исполнять этот закон и все предписания. То есть царь должен соблюдать закон Божий. Да, он наместник Бога в этом народе, а не самодержец, как это бывало в других странах. Не станет он возноситься над соплеменниками, не станет отклоняться от этих повелений ни вправо, ни влево. Тогда он и потомки его будут долго править Израилем. Вот рецепт для стабильной государственной власти. Что нужно делать? С революционерами бороться, экономику поддерживать, вести успешные войны. Нет, нет. Исполнять заповеди Бога, и тогда все будет хорошо. Каким способом, мы толком не знаем. Но про царя здесь довольно мало. Гораздо больше здесь про людей разного другого рода, про духовенство, как мы это назовем сегодня, про вождей народа, духовных или религиозных, об этом будет 18 глава. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова